Всем привет, с вами Денокс, это 11 серия прохождений XCOM Enemy Unknown. И мы начинаем похищение людей в Дели Индии, а точнее, предотвращение этих похищений. И у нас восстановился майор Фафана, ну, называется Мистер Фафана. Ладно, дугомет Роберту Паттисону и броня ему уже не нужна, потому что он полный... Ну, вы поняли. Так, их возьмет Фафана, Фафаней, и они нужнее, конечно. Вот этот нужнее, и, соответственно, дугомет. Он будет захватывать в плен в этот раз, поскольку, к сожалению, нашего... Нашего того, кто захватывал в плен, он в больнице. Ништяка нету, да, ништяка нету. И мы вылетаем на задание. Надеюсь, Роберт Паттисон умрет в этот раз. Хотя слишком грубо. Готовимся к высадке, Штурм-1. Начать операцию. Отправляемся в Индию. Там для нас есть работа. Тут точно для вас есть работа. По данным радиоперехвата в одном... Я знаю. Я знаю. К сожалению, мы... О, мы высаживаемся где-то... Где-то, 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 где-то на побережье Индии, да? Или не побережье? А, это... Рейнджер подходит к точке назначения. Штурм-1 просит разрешения на высадку. Это мостовая. Вас понял, Рейнджер. Штурм-1, начинайте атаку противника. Не подставляйтесь. Вы не договорили, я уже начал атаку противника. И, пожалуй, мистер Трололо и они возьмут в оборону это место. Так. Бен Морган. У нас столько снайперов, что это просто нереально. Ладно, давай, иди сюда. Так, Патисон. Патисон, конечно же, будет вскрывать все засады, которые только можно. Но, блин, он же гранатометчик. Но тогда он будет палить в этой миссии. И сто процентов он что-нибудь подпалит. Себе там или еще кому-нибудь. Тушкан. Тушкан идет сюда. И Кастилло. Кастилло тоже будет рисковать. А зачем мне не рисковать? Какой я там прок? А, мы на станции метро. И это, видимо, открытое метро. Потому что как мы, блин, в метро-то сели? Подождите. Это не просто открытое метро. Вы посмотрите. Это метро на здании находится. Вы знали, что в Индии есть метро, которое находится на крышах домов? Я, например, не знал. Я понимаю, что это столица Индии. Но в Индии вроде как все сидят в помойных шатрах и кушают червяков. Или, может быть, я не прав. Но откуда здесь то, что даже у нас в Москве этого нет? У нас нет. Хотя у нас есть. Не по крышам же домов. Черт побери, это что, правда Дели, Индия? Ладно. О, тут карта Митрополитена. Судя по всему, очень обширного, кстати говоря, Митрополитена. И Роберт Паттисон первым пойдет посмотреть эту карту. Я надеюсь, ему она понравится. Вижу цель! Атакую! Итак, мы видим, что в поезде у нас зарегистрированные, не зарегистрированные зайцы. Ну что ж, это не проблема для нашего Паттисона. А для тушканата уж тем более. И кто из них видит противника? Никто? А может быть, вы сможете забраться? О, стоп-така. А-а-а! Да, ну это все теперь объясняет. Это объясняет все. Представляете, это целое здание вокзала, которое находится просто на другом здании. То есть, здание вокзала, находящееся на крыше дома. Ну, это, конечно, объяснимо тогда. Это может быть, да. Это определенно логично. Ладно, иди сюда. Тушкан, тушкан, ты должен поближе подобраться. К сожалению, тебе так просто не попасть. И уйди в глухую оборону. Шепард. Шепард совершит рывок сюда. В принципе, не думаю, что это сложная миссия. Да это так ерунда по сравнению с тем, что мы прошли в прошлый раз. За кустами спрячься. Я думаю, что там более-менее безопасно. И Кастилла. Кастилла у нас идет к Шепарду. К Патисе. И она единственная, кто видит ее. Оу, оу, оу. Чувствую, они просто просятся разнести вот этот вагон в дребезги. И с гранатометом Патисом. Я думаю, я так и сделаю. Ни фига себе. Ну, в любом случае, они это сделали с новичком. И прощаю. И это все? Да! И это все. Это кто? А, Бен Морган. Действительно. Ты можешь стрелять в этого, а можешь в этого. Ну, давай в этого. Первый незарегистрированный заяц. Прикончили. Ну что ж. Пора стрелять из РПГ. Стоп, а что? Что, он не хочет стрелять? Да, а вот теперь хочет. Обзор закрыт, но... Мы сделаем обзор на выстрел из РПГ. Так, Патисон сейчас будет показывать стрельбу. Ни хрена он стрельнул! Нифига вынесло. Сразу троих вынес. Таким темпами он, это, повысится. Он уже повысился, наверное. Да, троих сразу вынес. О, у него есть способность осколочная ракета, но... И граната пришельцев. А у кого еще граната пришельцев? Только у него. М-м-м, неплохо. Так, мистер Трололо. Ой, господи, дай... Стой тут. Фафана. Боеготовность. И снова приспособленница. А, у них там еще один живых остался. И этот стреляет. Кто-то да попал, кто-то да попал. И попал, кстати, рядовой Морган. Прикиньте. Попал рядовой Морган. То есть... Стрелял вот этот. Стрелял вот этот. И стрелял... У нас Акена Фуфана. И попал именно рядовой Морган из снайперки. Что ж, ну, с каждым может быть. Рядовым тоже бывает везет. Я не говорю, что они прям совсем уж... Глюпье. И, кстати, смотрите, как разнесло вагон. Это... Паттисон. Это кем надо быть, чтобы стрелять сквозь вот эти вот... Вот эти вот... Инфососы. Это... Ракета же, она... Она же там не поместится. Ну, ладно. Это, наверное, великая Сидмейровская физика. Не буду с этим спорить. Паттисон снова идет в жар. Вперед. Таким образом, он до полковника дослужится. Это будет вообще смешно. Паттисон, полковник. Так. Попса. Джек Шепард не привык воевать в метро. Поэтому он идет с Паттисоном. Да, мы устроим кровавый хаос в метро. Ну, конечно же, не здесь, а вот тут. Вот тут, да. Вперед. Вперед, вперед, вперед. Михаил Трулово. Сюда. Есть. Кастила. Ну, Кастила, больших вариантов нет. Иди сюда тогда. Класс, там что-то взорвалось еще. Что еще может взорваться в этом покореженном жизнью? Бедном. Бедном. О, вот. Еще одна рекламка. И до нее снова рывок. После всего, что мы видели, логично предположить, что у пришельцев должны быть солдаты, специализирующиеся на ближнем бою. Вообще, для этого есть крисолиды, если вы не в курсе. Не хотел бы я воевать против таких созданий. Вообще-то для ближнего боя у них есть крисолиды. Что? Разве не крисолиды? Так, это уже, похоже, мутанты из Фоллаута. Как бы это сказать? Мутанты из Фоллаута только в Икском. Ладно, обойдемся без этого. Но, кстати, она не видит их, что очень странно. Поэтому она идет сюда. А кто их видит? Только ты, Паттисон. Ты ничего не можешь сделать. Ясен пень. Ладно, трололо. Тут потребуются навыки, возможно, клевых личностей. Так, что я несу вообще? Что я несу? Я несу добро и справедливость. И ты поможешь мне в этом? Действительно. Морган. Господи, Морган, Морган. Морган сюда, рвок. Быстрее, 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 быстрее. Фух, спрятался. Так, ты. Ну ты поближе подойди. Чего уж там говорить. Давайте посмотрим. Проверим на прочность этих тварей. Джек Шепард попытается одного подловить. Но у него не получается. У него не получается, и он боеготовность. Боеготовность. И оу. Кажется, у него больше нету крепления. Но это ничего. Зато мы можем выйти на следующей остановке даже без открывания дверей. Кто это у нас? Ближний бой, говорите? Приезжали, гады! Ты разнесен фасос! Я тебе этого не прощу. О, кстати, он под открытым огнем. Сколько он выстрелов сделал, простите? Вижу цель. Что? Слушайте, они что, сто ходов что ли еще сделали? Нет? А, ну слава богу, теперь мы ходим. Кажется, Паттинсон сейчас умрет. Нет. Это повод испытать гранату пришельцев. Я думаю, что это вот, это вот самое-самое такое. Блин. Под огнем. Он не может что ли уйти никуда? Если он под огнем, да? Он может... Сука! Сука! Да какая сука! Паника и глухая оборона, кстати, сделала нормально. Ребята, вы что, серьезно что ли? Ну давай, промахни. Молодчина. Бен Морган, тебе не может все время вести, а вот Акена Фуфана покажет класс сегодня. Нет? Не покажет? Не покажет. Ну ладно, бывают у него и плохие дни. У профессионалов не всегда хорошие дни бывают. К сожалению, бывают критические дни. Так, прячься здесь. Не дай новичку сойти с ума. Защити ее своим мужем. О, Михаил Трололло не может атаковать сейчас почему-то. Он, наверное, за стенкой не видит просто. Так, Михаил, у меня к тебе деловое предложение. Вали отсюда нахрен! И защищай. Паттисон не смог метнуть гранату. Это было мощно. Здесь просто ад! Да какой ад! Это еще не ад. Хо-хо, ни хрена. Вот их надо захватить, это точно. Здесь просто ад! Да, я знаю. Сейчас еще одного убьют, да? Да, убьют. Конечно, он умирает. А ты думал? Фух, господи, господи. Большого выбора нет. Давай его. Устрашение. Нифига себе. Кажется, не получилось у него устрашить, потому что это слишком. Ну и Айакена Фуфана. Добивающий выстрел. Пора рисовать звездочки. На самом деле это норм. Не так-то просто майора Икс Кома завалить. Я вам сейчас это докажу. Оу-у-у, нет, не докажу. Мистер Трололом сидит. Джек Шепард сидит. И все остальные сидят. У нас уже двое погибло. Как это плохо. Мистер Трололом, ответ на огонь. О да. Но они слабенькие. Если бы у них не было больше жизней, то можно было бы рисовать звездочки, как и нигде говорить. Кажется, это последний. Первый, второй, третий и еще один мутант. Больше нету. Это вы похитили всех людей в метро? Джек Шепард не одобряет. Ну, вы, конечно же, знаете, кого я выберу. Я не могу другого. Этот опаснее. Больше не дернется. Как вот он... А, ну я же его должен был захватить. Это был мутон. Ну, конечно же, я... Ступил. Ладно. Давай, Фуфана. Вали этих козлов. Объект уничтожен. Да не уничтожен вообще-то. Ну да ладно. Раз ты так говоришь, значит, действительно что-то не так творится с этим миром. Что, серьезно, что ли? Он... Он... На этот ход даже ничего сделать не может. Ладно, давай на этого. О, не-не-не-не. Не в того, случайно. Блин. Черт, враг еще дернется. Ой, да пофиг. Действительно. Черт, враг еще дергается. Мешает метро называется. Противник дошел с фланга. И что дальше? Попал, зараза. Вот гад, да? Ее надо было увести немножко. Но, видимо, в этот раз мы... О, подогнем. Да. Мы недоценили врагов. И в этом наша ошибка. Ну, не знаю. Джек Шепард, наверное, может что-то сделать. Пора рисовать звездочки. Конечно, может. А ты можешь? 15%? Конечно, нет. Но тебя может прикрыть мистер Трололо. Но, что и сделает. Сколько, сколько процентов 65-45? Давай в этого. Зараза. Ты, конечно же, не смог, да? Нет, мне нужен Океану Фуфана. Я снова в строю. Естественно. Попробуй. Естественно, кровохнул. Без подробностей делать нечего. Тебе надо было уйти, но тебя убьют сейчас. Походу. Мы потеряли бойца. Без проблем, вообще не беда. У нас медики, но они нихрена не использовали аптечки. Это будет самая кровопролитная миссия, которую вы увидели. Когда-нибудь. Но он мочит по своему аппарату. Похоже, вообще на... Пофиг. Жеку Шепарду тоже пофиг. Нужно срочно пополнить боезапас. Да? Нет, мистер Трололо. Единственное, что тебе надо сделать, это... Убежать и подлечиться. А не пополнить боезапас. Давай. Да, пополнить боезапас ему нужно. А больше тебе ничего не нужно. Вот в этого. И выносит его. Че? Был ролик, но он его не вынес. Даже такое бывает. Не, это не в порядке, потому что сейчас... Ё-ка, у насос... И этого тоже. Ммм... Нас стеснят. Я перезарядился. Михаил Трололо. Возможно, вам сюда надо. И в него. Да. Ну и остался последний. О'Кена. Только твой шанс. Черт. В этом месте мы косим. Не наш день сегодня. Ты решил на передовую пойти? И в Шепарда. И, конечно, заделал. Да. Но Шепард не такой. А, кстати... Нет. У него еще есть выстрел. И он сделает это. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Стреляй, стреляй, стреляй. Шепард должен был подлечиться. Не разобрались. Шеф, операция прошла успешно. Пустой фанатик. Пустые мозги у вас. Шепард должен был подлечиться сначала. Все, потеряли одного медика. Прекрасно. Причем, не одного медика потеряли. Всех медиков потеряли. Остался один фауфана. Нет. Это какая-то чудовищная ошибка. Не понимаю, где мы ошиблись. Я просто не понимаю. Что значит чудовищная ошибка? Все как надо. Все рядовые умерли. Остались только Джек Шепард, Трололом и Акенов у фана, как всегда. И у него есть выбор. Но какой же у него выбор? Обездвиживает жертву социальной сетью. Я сначала прочитал. Но ВКонтакте зарегистрирует Сектоида. Сектоида сидит в ВКонтакте и не замечает, что его атакуют. Это будет, наверное, классный приемчик. Вскрытие мутона. Да, мы сначала должны вскрыть мутона, прежде чем его захватывать вживую. Думаю, что это логично. Давайте вскроем его потом. Индии успокаиваться. Паника снизилась на один. Так, окей. Не забывайте, мы видим все. А, так всего лишь... О, господи. Я думал-то намного паника выросла. Не намного. Ладно. Сохранимся, пожалуй. Шеф, мы потеряли много людей. И нам некем их заменить. Капитан Шаунд Веб. Страшила. Это нам дали поддержку. Это который... Этот... Которого мы проводили. Вот он присоединился к нам, но... Как видите... Особо ему... А, он же поддержка. Чё, я ему даю? Нет, у нас есть поддержка. У нас есть снайпер, поддержка. И мужик в строю. Сейчас подоспеет тяжелая пехота. Через... Три дня Джек Шепард выздоровеет. В общем, через пять дней все будут в сборе. И первым делом ништяк. Михаил Трололо, Акена Фуфана, Дживучой и Джек Шепард и Элизабет. Короче, вы поняли, все кроме вот этих вот двух пойдут на задание, в общем, очень скоро. Даже все кроме... Да, вот все кроме этих двух. Так что все окей. И рекрутов надо сколько нанять там еще? Сколько там еще нам рекрутов нужно? Раз, два, еще четыре рекрута нам нужно для поддержания нормального такого. Мемориал. От помощи не откажешься. Да, за три дня уже ТБМТ сделают. И Т, кстати, БМТ из внеземных сплавов тоже будет с нами участвовать в следующем. И мы можем хитиновый покров сделать. Давайте один сделаем. Я просто не знаю, как он действует. Давайте хитиновый покров один. Что ж, мы его сделали. Давайте почитаем, что это такое. И... И... Да... Дочь! Очки здоровья снижают урон. Получаем их... Просто очень классно. Хитиновый покров просто вэри-вэри полезный. Я думаю, нам больше ничего не нужно из этого. Обломки дрона, труп Криссолида, труп Мутона. Труп Криссолида нафига нам нужен? Труп Дохляка. Давайте продадим. И труп Летуна продадим. Завершить сделку. Сделка с Дьяволом. Что нам нужно исследовать? Исследовать. А, все правильно, исследуем мы. Давайте... Обнаружение цели... Есть! Итак, мозг-пленник имеет уникальную клеточную структуру, усиленную несколькими сложными киберимплантантами. Вероятно, они были внедрены сразу после рождения существа. В бою особь проявила необычайные способности, поэтому при допросе нам пришлось перенять особые меры безопасности. Из-за его телекинетических способностей некоторые члены исследовательской команды боялись к нему приближаться. Ха! Нам удалось получить не так много информации, потому мы поняли, как эта особь взаимодействует с таинственным устройством, найденным на базе пришельцев. Кроме того, мы изучили импланты, извлеченные из тела пленника, не сомневаясь, что они ему еще пригодятся. Итогом, у нас есть новая постройка ПСИ-лаборатория и проект ПСИ-технологии. Это уже не позволит находить талантливых бойцов и развивать их псионические способности. Раздвигать их псионические ноги. Достаточно найти зачатки пси-способности, они будут улучшаться по мере использования. Ммм, вот оно, вот оно, псионические способности моей мечты. И, кстати, мы можем снова вскрыть командира сектоидов. Мы можем вскрыть, потому что мы его допросили, теперь мы можем его вскрыть. Ммм, классно. Ладно, плазмер, плазмопистолет. Плазмер это что? Винтовка почти стандартно раздастся с троенным генератором плазмы. Причем генератором такой мощности, что ни одна земная электростанция с ним и рядом не стоит. Ммм, ну, наверное, стреляет он как... Говно. Так, новый истребитель. Медленный проект, 13 этих, да? Но нам нужен гиперволновой... Маяк. Реалитет. Давайте начнем. Мир изменился. Мы провели фантастическую работу. Мы смогли адаптировать разработки врага к нашим технологиям. Заставили шагнуть научный прогресс сразу на несколько поколений вперед. Все это оружие. Мы же можем использовать его во благо. Мы очень дорого заплатили за наши знания. Но мы сумеем ими распорядиться. В последнее время на нас валится один проект за другим. Вот, командир сектоидов, очень интересная тварь. И мимо этого устройства я тоже пройти не могу. Даже не знаю, с чего начать. Начнем с того, что мы поговорили по душам с командиром сектоидов. Поговорили по душам за чашечкой кофе и узнали, как пришельцы обращаются с помощью псионики. То есть, фактически мы просто попили с ним кофе. И он рассказал, что как-то на досуге он с Петром Ивановичем из Дельты-7 взаимодействуя вдруг случайно нашел проблежь в его пьяной голове и залечил ему пьяную почку. И с тех пор отдел очень благодарит командира. Но командир отравился. Оказывается, кофе готовила доярка Светлана, которую наняли за 20 рублей, поскольку бюджет совсем маленький. И она отравила бедного командира сектоидов, поэтому он скончался. Мы можем его вскрыть. Но мы не будем издеваться над бедным. Доярка Светлана убила не первого сектоида на своей жизни. Ее кофе отравило очень многих, поэтому я предпочитаю пить кофе, приготовленное из Индии, потому что они никогда нас не отравят. Мы же их спасли. Кофе, приготовленный из Индии. В Индии, наверное, правильно сказать. Оперативный штаб ангар-казармы, инженерный отдел. И мы можем построить то, что мы... Пси-лаборатория. Псих-лаборатория. Пси-лаборатория это лаборатория, где пси проводят свои эксперименты в Майнкрафте. А значит у нас тут модуль спутниковой связи. Думаю, что это мы сделаем вот тут. Пси-лабораторию построим сейчас. И мы не можем. У нас нет 200 долларов. Ну тогда давайте модуль спутниковой связи построим. Почему бы и нет? Нам нужно больше спутников. Пси-лаборатория. Ладно, нам нужно 200 долларов. Как же их получить? А я знаю, как получить. Я знаю, как их получить. Вы готовы узнать, как получить новые деньги? А я все равно скажу. Даже если вы не готовы. Защитная матрица 3 трупа летуна нужно. Стоп, у нас нет защитной матрицы. Как же так? Ну ладно. Все. Тогда мы потратили все, что мы можем потратить вообще. И начинаем поиск и обнаружение целей. И БМП готово. Да, она маленькая. Судя по всему, делали ее русские. Потому что она дрожит вся и колеблется. Я даже не уверен, она вообще в действии. Гляф один у нас в строю. О, что-то вот, что-то подлагивает. На свалку можно. Сейчас посмотрим, что такое. Итак, я вернулся. Что-то случилось. Какие-то лаги. Но мы продолжаем. И что у нас? Лейтенант Джек Шепард сейчас... Начать новые технологии. Что такое? А, гиперволновой маяк. Мы видели разные инопланетные... Что за фигня? Память кончилась, наверное. Так, я вернусь. Итак, теперь мы можем построить гиперволновой модуль. Тот самый гиперволновой декодер. Над которым все пыхтели. Пыхтели и недопыхтели. Кстати, два дня он осталось. Можно вскрыть его. Можно построить новый истребитель. Но мы же с вами прекрасно знаем, что новый истребитель гораздо лучше, чем старый. Поэтому мы его начнем строить. Так. Изменить текущий... Вот что это такое? Вот что это такое? Скажите мне. Вот сейчас вылетит, небось. Да? Вылетит. Заглючило, заглючило. Сейчас out of memory будет. И скорее всего, на этом серии завершится. Возможно, завершится уже сейчас. Выемка грунта завершена. А, все уже, да. Можно... Тихо. Посмотрите, как она... Как она... О, сообщение советов. Да, давайте, давайте. Превосходная работа. Совет рад видеть, что мы не зря вкладываем силы и средства в XCOM. Этот проект полностью оправдывает все наши ожидания. Мы надеемся, что ваши успехи – это первый шаг к окончательной победе человечества над врагом. Да, всего-то тарелку упустили одну, так что... Не беда. Один фпс. Вы уж простите, вы уж простите, но походу Фрапс сейчас как-то сильно загружает систему. Я думаю, что на этом можно остановиться. Радо, что вы не забываете, научный отдел, шеф. Я уже отправила новичков в лабораторию. Так, хотя... Хотя, стоп, почему-то все разблокировалось. Вот, наскоро будет новый истребитель. В казарме практически... Все бойцы восстановились, и у нас есть полная... Новая команда, полностью новая команда. Я думаю, что все они пойдут, кроме Страшилы. Страшилы никуда не пойдет. Он останется. Остальные пойдут. И давайте наденем им броню, тем, кто не надел. Те, кто не надели броню, наденут броню. Штурмовик. Штурмовик. Дживучой почему-то без брони. Может быть, это все вина Шепарда, который погиб. Они же ведь, они с броней. Ой, живите, да? Ладно, давайте Дживучой дадим легкий плазмер. Потому что я не знаю, правда ли это поможет или нет. Может, конечно, Хитиновый Покров. Плюс 5, видите, у нее ОЗ, но мы дадим ей гранату пришельцев. Мы так ее и не испробовали. Что же это за чертовщина такая? Эдуард О'Кеке. Эдуард О'Кеке у нас возьмет Хитиновый Покров. И дополнительный у мистера Трололо появилась... Подо что, как вы думаете? Конечно же, под аптечку. Под аптечку почему бы и нет? О'Кеке на Фуфана возьмет меткость, и у него просто будет... Просто... Просто офигенная меткость. А мистер Трололо возьмет дугомет. Думаю, что дугомет и аптечку. Где он возьмет аптечку еще? Конечно же, больше нигде. Джек Шепард взял его аптечку. Ммм... Нет, какой комплект нано-броней? Тебе меткость важнее, чем нано-броня. Элизабет Босс. Ты у нас все никак не прокачаешься, смотрю. Джек Шепард. Опять глючит. Почему-то. Почему-то. Нет, ну так невозможно. Так невозможно. Брать. Нам нужно заказать одну броню и одну аптечку. Этим мы сейчас и займемся. И вообще, я бы танк вместо Элизабет Босс бы поставил танк. Ладно, я когда все сделаю, я снова... Включу запись. Итак, походу я все изменил. Изменить как-то это устройство БМТ нельзя. Видимо, его можно взять только на миссию. Поэтому... Почему бы нам не сделать это до следующего контакта? Новый истребитель будет через три. Два. Один. И нам нужно три борткомпьютера пришельцев. Конечно же, можем сказать, только не сейчас. Что у нас? Спутниковый модуль готов. Хорошо. Я как раз начну новое строительство. Угадайте, чего? Пси-лабораторий. Но нам нужно 200 долларов. 200 долларов. Что мы не можем себе позволить? Хотя нет, можем. Нам нужно продать труп дыхляка и труп летуна. Ну, труп дыхляка сначала. 50 трупов дыхляка нам надо продать. И мы можем построить... Это. Мы можем построить лабораторию Пси из Майнкрафта. Это, кстати... Вот это тоже надо построить. Но я думаю, что Пси-лаборатория позволит нам тренировать психические способности солдат. Это важнее. Это важнее. У нас осталось 9 чего-то там долларов. Эллерий. Обломки дрона. Два мутона. И летуны. Обломки дрона. И два мутона. И летуны. И летуны. Как из песни. Из какой-то. Так. Ну все. Теперь, ну... Новый истребитель готов. И, кстати, места похищения. Мы получаем сообщение о новых похищениях людей. Места происшествий отмечены на глобусе. Вот это уже интересно. Значит, Мельбурн, Австралия. Что-то там. Чрезвычайный новобранец. Тяжелая пехота. Капитан. Как-то совсем не то. Четыре ученых. Или Москва-Россия. 200 долларов. Знаете, что я подумал? Нам нужно 200 долларов. Это... Это то, куда мы отправимся в следующие миссии. Новый истребитель, кстати, скоро будет готов. И мы сможем, наконец-то, рулить с захватом больших тарелок. Тут только тарелки летают очень почему-то медленно и... Редко. Почему-то редко они летают. Ну, ладно. В общем, на этом все, пожалуй. Всем спасибо. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока и удачи. До следующей серии, которая, может быть, будет завтра. А может, и сегодня. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...